Карина Орлова, которая с нами на связи уже находится. Здравствуй. Карина, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Что писала и показывала американское телевидение и пресса о трагедии в Буче в течение последних дней? Ну, писала и показывала то, что происходило. Называли геноцидом, кстати, со ссылкой, как цитата Владимира Зеленского, но тем не менее, несмотря на то, что президент США Джо Байден как официальное публичное лицо отказался назвать это геноцидом, а на самом деле признание геноцидом того или иного акта является формальной очень прокуратической процедурой. Это требует признания Конгрессом. Например, геноцид армян был признан Конгрессом США только вот, не знаю, два, по-моему, года назад или три. Поэтому это процедурная история. Это не то, что Байден сказал, что геноцид. Но общество американское так считает, и это важно, Тарас, потому что чем больше негодования и ужаса именно в обществе, в американском обществе, которое влияет на политиков, тем больше у американских политиков, ну, впрочем, как и европейских, но у американских особенно, развязываются руки в отношении того, что можно делать в отношении путинского режима, даже если это ведет к каким-то издержкам финансовым, повышению стоимости нефти и бензина и так далее, и другим. Так что общество американское просто шокировано. Естественно, показывали и рассказывали все, что происходило. Очень несколько было хороших детальных материалов в американской прессе о том, как, когда именно, да, вот, все происходило, то есть с доказательствами. Это не потому, что кто-то не верил, да, это не потому, что нужно было опровергнуть тезисы российской пропаганды. Естественно, этим здесь никто не занимается, это всерьез даже никто не воспринимает. Это просто сделано для того, чтобы качественно информировать американское общество, и потому, что это очень серьезное преступление, которое, естественно, требует серьезных доказательств. Они есть, просто нужно их обязательно изложить, что и было сделано. Да, все это, на самом деле, абсолютно шокирует, и все нормальные цивилизованные страны сейчас просто находятся в состоянии ужаса от картин, увиденных, оставленных российскими оккупантами. Вот, как тебе кажется, Карина, на самом деле, вот подобная история, она была вызвана командами вышестоящего командования или имела место, скажем так, самоуправство самих российских военнослужащих? Была ли команда так себя вести с гражданскими или нет? Тарас, я думаю, что там была команда изначально любой ценой. Ну, может быть, я не знаю, Путин, мы знаем, что совершенно точно собирался за два дня взять Киев, да, и, кстати, этого даже ожидали в американской разведке. И мы знаем, что российские солдаты приехали без еды, но с парадной формой. Совершенно очевидно, они там собирались маршировать. Может быть, изначально не было такого приказа любой ценой, да, но совершенно очевидно, что потом он появился, и Путин пришел в бешенство. Это было видно по его выступлениям, и совершенно очевидно, что он отдал приказ вот просто, ну, любой ценой. Я не знаю, как именно это было сформулировано, думаю, что примерно так. То есть всем было понятно. Это я совершенно уверенно исходила от верховного главнокомандующего России, то есть Путина. Ну, а дальше уже это все начало как бы в силу понимания и в силу собственных садистских наклонностей вот применяться, исполняться уже на местах. Да, я, и, кстати, я хочу сказать, что то, что произошло в Буче, оно шокирует, шокирующе только вне контекста России, да, только для тех, кто никогда не читал ни одной новости про Россию, да. Вот, и кого-то это может шокировать. Меня это не шокировало, потому что я знаю, что такое Россия, я знаю, как в России относятся к своим же гражданам, да, к своим же людям, и это как бы у них нет совершенно никакой, никаких стоп-линий ни перед своими, ни перед чужими. В России ежедневно это конвейер убивают и запытывают и до смерти в тюрьмах, в СИЗО, убивают матери своих там детей малолетних или там куча новостей все время приходит, вот особенно из города Омска, мне кажется, это самый такой негативно прославлившийся город, где какие-то отчим убил там детей или издевался над детьми, мать ничего там не сказала, никуда не обратилась, потому что не хотела терять его, и какие-то страшные истории, проламывают головы за 100 рублей, какие-то страшные подростки, да, то есть это абсолютно реальность ежедневная, каждодневная российской жизни, будни, будни российской жизни. Естественно, ожидать чего-то другого от российских солдат, а нужно понимать, что это, ну, просто в российскую армию, конечно, идут и самые неблагополучные, да, то есть вот вообще, то есть Россия в принципе неблагополучная страна в целом, но в российскую армию идут еще, то есть как бы еще низы от низов, да, и понятно, что эти люди, у них вообще нету никаких представлений о добре и зле, о правильном и неправильном, о ценности человеческой жизни им, человеческая жизнь для них не представляет ценности, ни своя, ни чужая, у них нет никакого самоуважения, вот, поэтому они обрываются с сережки из ушей, с кровью, как сказал Владимир Зеленский. Это абсолютно нормально, абсолютно варварское общество, которое просто, наверное, единственные доступные ему методы общения друг с другом применило в Украине. И я знаю, что мы увидим, к сожалению, мы увидим кадры, аналогичные Бучи из других городов, а возможно, они будут хуже, и теперь мы, кстати, знаем, да, для чего русские привезли с собой крематории туда. И солдат, ну, солдат, наверное, тоже, ну, я имею в виду тела российских солдат, да, уничтожать, но в первую очередь это было еще и сделано для того, чтобы скрывать следы военных преступлений в отношении жителей Украины. Ну, у них так плохо отработана информационная война. Сегодня был издан документ, где они, по сути, расписали, собственно, проигрыши на информационном поле. Если так, готовились к войне, должны были готовиться и к войне информационной, заранее заготовить какие-то там, не знаю, стандартные ответы на те или иные вопросы, докупить нужное количество блогеров и тому подобное. Сейчас мы видим, у них полностью развалилась их информационная кампания. Ну, кроме очевидных, понятно, там, топ негодяев, типа Соловьева, Скобеева, Симоньян, как бы никто не хочет поддерживать. Из числа российских даже селебритис мы видим либо полный саботаж, либо откровенное выступление против войны. Они реально не готовились, получается, или нет? Ну, Тарас, я могу сказать, что единственное, что если спасет вообще мир от этой России, то это коррупция тотальная и тотальная дегенеративность вообще военного командования и не только командования, и вообще российского общества, в том числе и пропаганды. Они не готовились, потому что они стали сами жертвой своей же пропаганды, своего же вранья. Они вот так долго рассказывали на телевидении, что в Украине есть какие-то нацисты, которые захватили украинцев, которые мечтают жить в России, быть в России при Путине, что они сами в это поверили. И они действительно, я думаю, не ожидали, что реальность отличается от того, что они там сами рассказывали. Плюс мы же знаем теперь, благодаря расследованию Христа Грозева и Беллинката, о том, сколько денег было потрачено даже на вербовку агентов российского влияния в Украине через ФСБ. И мы знаем, что что-то как-то это все не увенчалось успехом. Наверное, самый известный агент влияния Медведчук, вот он как был, так и остался. И вот он тоже, да, он, по-моему, проявлял все вот последние лет 10 чудеса бездарности и бесталантности. Все, что он насоветовал Путину, вот это бы все увенчалось вообще провалом. Вот, поэтому, понимаешь, они коррумпированы до мозга костей, до вообще. Ну, то есть вот все в России коррумпировано и проедено, и съедено коррупцией. Это раз. А два, поскольку там давно происходит негативный отбор, потому что Владимир Путин окружает себя людьми по единственному принципу лояльности. Кстати, быть умнее Путина нельзя, а поскольку Путин сам не очень умный, мягко говоря, то получается, что все остальные как бы еще хуже, да, и даже те, кто случайно туда попадут, ну, не то, что случайно, но да, каким-то образом вот ему дается туда попасть, кто, допустим, не совсем уже дегенерат в последней степени, да, им приходится тоже включать дурака и как бы притворяться, и в конце концов, видимо, они тоже уже, ну, вот это раздвоение личности, да, оно ведет вообще к потере личности, поэтому я даже не удивляюсь. Вот они, понимаешь, привыкли работать на вот российское население, которое действительно не отличается умом и сообразительностью. Вот сейчас были, я смотрела новые опросы, знаешь, поразительно, конечно. Как ты думаешь, кого русские люди обвиняют в росте цен? Или что? Доллар, значит, рост курса доллара и санкции стоят на последнем месте, 20 там процентов населения считают, что в этом причина, 70, назвали барыг и спекулянтов. Ну, вот чтобы понимать, да, просто, что у людей в голове. Вот, поэтому, конечно, с такими людьми самая тупая пропаганда работает на ура, и чем хуже, тем лучше, но в западном обществе, конечно, такие штучки не пройдут, и это раз. Два, Россия себя абсолютно дискредитировала, и российские пропагандистские каналы, и все знают, да, то есть никому больше не расскажут, что RT, это там не часть российской пропаганды, да. И, конечно, есть еще некоторые голоса, которые вот пристроились там в газеты, какие-то западные, да, американские или европейские, какие-то отдельные люди, которые вот, ну, являются, я не знаю, проводниками каких-то там линий Кремля, но это все, это никто не слушает. И вот смотри, забавно, вот меня сегодня очень порадовала новость про то, что Альфа-банк, американцы внесли в полные блокирующие санкции. И американцы, кстати, очень долго не вносили Фридмана, ну, Альфа-банк в санкции, потому что Фридман и Авин очень активничали здесь, они приезжали, они проводили ужины с лоббистами в главном слейнг-танке Atlantic Council, да, они очень пытались не попасть, они там всяческим меценатством занимались. Альфа-банк выставлял свою личную коллекцию искусства, хорошую, кстати, в Нью-Йоркской галерее. Но вот тут они оба вышли и дали эти интервью про то, что невозможно прожить без уборщицы и водителя. И бедный Петр Авин, пока вот российские солдаты пытают, насилуют и убивают жителей Украины, бедный Петр Авин не знает, как же ему теперь передвигаться, ведь у него нет денег на водителя. То есть он дает вообще интервью в части света, где премьер-министр ездит на велосипедах иногда или даже часто. А тут он, значит, без водителя прожить не может. Я думаю, что это подействовало. То есть вот эти интервью, они возымели эффект, и американцы внесли Альфа-банк в санкции. Потому что Альфа-банк всегда как бы ему удавалось обойти, типа это частный банк, но там действительно нет государственного владения. Вот, но да, это я к тому, что говорю, что, понимаешь, вот даже у таких людей с миллиардами долларов, с состоянием, которые вращаются в западном обществе у россиян, они не смогли вообще выучить какие-то азы, элементы, устройства западного общества, частью которого они так отчаянно хотели стать. Понимаешь? То есть вот они прожили годы и десятилетия на Западе, но они так и не поняли, что нельзя говорить вслух, по крайней мере, можно, может быть, вдумать себе, но говорить вслух про то, что ты такой несчастный, теперь остался без уборщицы и водителя, это просто табу и нельзя, они ничего не понимают. Это хорошо, потому что чем дегенеративнее представители российского режима и вообще российское общество, чем быстрее настанет его конец. На самом деле еще нужно дожить. Мы будем жить плохо, но недолго. Помнишь, была такая фраза? Выглядит на самом деле мало оптимистично. Вчера я общался с Юрием Швецом, бывшим советским разведчиком, неамериканским аналитиком. Вот он как бы склоняется к тому, что пока немедленного эффекта санкций не будет, но он настанет там через приблизительно где-то 2-4 месяца. Кстати, этой же точки зрения придерживается Дмитрий Потапенко, известный российский предприниматель. Что будет потом, когда они почувствуют российское общество? Ты же как бы плоть от плоти этого российского общества. Пусть может быть и на агентская часть плоти, но тем не менее. Ты должна нам открыть глаза, что будет происходить в этом обществе. Может, ничего не будет происходить. Потому что, скажу честно, для нас Россия – это как другая планета. Вот мы, особенно после того, когда зашли эти убийцы и то, что они натворили, мы понимаем, что нас вообще на самом деле с ними ничего не соединяет. Ну, извини, конечно. Это, наверное, не вся часть российского общества, худшая, возможно, но мы все, честно говоря, находимся под очень сильным впечатлением, мягко говоря. Почему ты извиняешься? Совершенно вас ничего не соединяет. Это совершенно очевидно и понятно. Именно поэтому русские так ненавидят украинцев. И именно поэтому. Потому что вам... Я не говорю с нами, я не принадлежу к российскому обществу. Я же там 7 лет не живу и не собираюсь туда возвращаться ни при каких обстоятельствах. Вам не по пути с русскими, это понятно. И вам чужд этот русский мир, и русских это ужасно бесит. Они хотят, чтобы и вы тоже жили в разрухе, чтобы вы тоже жили в домах, где проваливаются полы, потолки, где многоквартирные дома без туалета, с туалетом на улице, где воду таскают из колодца. Я сейчас говорю не про какие-то дальние деревни, где действительно там нет водопровода. Нет, ну что-то. Я говорю про города. Ну, небольшие такие города. Понятно было, что Украина движется в другую сторону совершенно. И, кстати, она хорошо двигалась. Я вот об этом рассказывала. У меня просто друзья работают в Силиконовой долине. Они сам выходцы, один выходец из Украины, этнический украинец. И они нанимали, ну сейчас это уже, конечно, тяжело делать, но все равно нанимают людей, айтишников, да, вот людей в сфере IT, дизайн, депдизайн из Украины. И он мне сказал, что ты знаешь, в Украине зарплаты сравнялись с восточным побережьем США для айтишников. А это, между прочим, 140 тысяч долларов в год. То есть Украина совершенно очевидно становилась частью мирового сообщества. С Украиной хотели работать. И знаешь, кстати, а русских айтишников не нанимают вообще практически нигде из-за соображений безопасности. Потому что, естественно, ну каждый первый в России работает на ФСБ. Если человек айти, да, может он сам и даже и не хочет, но совершенно очевидно его там заставят, да, или там в любой момент придут и скажут давай. Поэтому это была вообще пропасть развертлась между Россией и Украиной еще в 2014 году. Потому что, понимаешь, русские хоть и говорят, что они очень любят свою страну, вот этот русский мир, на самом деле они же понимают, что Европа-то лучше живет. И вот, например, там мой бывший сосед в России, да, вот он выдал причину ненависти к западному миру. Он сказал, ну у этих американцев же пенсии огромные. И как бы это было сказано с ненавистью, негодованием, таким, как будто американцы, ну, забрали деньги у русских, и поэтому у них пенсии огромные, да. То есть русские ненавидят все, что лучше, чем у них. Так, совершенно понятно, понятно, что они западные, поверь мне, это все, ну, конечно, про там рассказы про Европу и так далее, это да, но они же понимают, что там люди, они знают, что там люди живут лучше, они знают, что в Америке пенсии больше, и в Европе тоже. И именно за это ненавидят, и поскольку Украина двигалась именно в том направлении, да, хотя, конечно, тяжело, экономика там была, да, там, не в топе, и пенсии были не очень высокие в Украине, да, и там цены разлили на энергоносители, ну, направление было понятно. Вот, и тут русские подумали, а что это, а что это украинцы-то будут вообще лучше жить. Поэтому, да, когда все изменится, я согласна с, и Швец правильно говорит, и Дмитрий Потапенко, и Игорь Павловский, что это примерно вот как бы самое дно наступит где-то в начале осени, я думаю, потому что лето все-таки это, ну, летний сезон, дачи, огороды, какую-то картошку они там сажают, копают, огурчик, как они говорят, да, русские, это огурчик, есть один огурчик, вот, и вот этим они как-то там перебьются, а потом вот осенью уже будет совсем плохо, и, кстати, там реально уже дело плохо, потому что только что я прочитала позавчера, что в России уже собирают деньги на помощь, типа это благотворительность в обязательно принудительном, в добровольно-принудительном порядке, на армию российскую собирают с врачей, со всех, кто состоит вот в этой системе российского, федерального, там, медицинского страхования, вот это все, короче, все врачи, ну, кроме частных клиник, которых в России очень мало. И представляешь, Старас, я не знаю, ты, наверное, не очень понимаешь, вот, в ценах, да, в российских, в рублях, но вот если сейчас нас слушают люди из России, и не из матковой, да, вот они поймут, значит, с медсестер с половиной тысячи рублей, с врачей по 7-700, значит, чтобы ты понимал, у некоторых медсестер в российских городах зарплаты, там, типа, я не знаю, 10 тысяч если достигают рублей в месяц, представляешь, а с них собирают в обязательном порядке, от зарплаты нужно отчислить 3,5 тысячи, и это будет так дальше, потому что денег уже нет. Я вот, кстати, говорила с самого начала, что наступит тот момент, когда России нечем будет расплачиваться, ну, путинскому режиму с опорой своего, своей, это бюджетники, это врачи, учителя, учителя, это, кстати, большая опора, да, они же, они же занимаются главными махинаторствами на выборах, они же, да, все вот эти фальсифицировали выборы и делали вид, что они, ну, закрывают просто глаза, что это нас не касается, мы просто делаем, потому что у нас там Путин нам гарантировал зарплаты, вот, и вот им нечего будет выплачивать, да, и тогда, ну, я не знаю, там, наверное, креативные способы какие-то найдутся. Вот смотри, сейчас они уже там, уже, по-моему, приняли в каком-то первом чтении закон о введении уголовной ответственности за исполнение санкций американских. То есть, по сути, сейчас там начнется следующий этап, вот я прям уверена, будет, ага, так, вот этих внесли в санкции, да, а вот этих не внесли, а что, а кто это они такие, а что это их не внесли, а что это они у нас тут, как бы, особенно хорошие, что это их Запад так любит, давай-ка мы их сейчас раскулачиваем, тебя не внесли в санкции, а ну давай, блин, помогай российской армии, да, или там, бери на себя социальную ответственность. Путин уже, кстати, это говорил, он уже так действовал, он же, помнишь, говорил, что, типа, есть какая-то там социальная ответственность у бизнеса, короче, возлагал. Ну, в общем, начнется, в общем, короче, смысл в том, что, как бы там про Путина не рассказывали сказки, как он великий и могучий, он на самом деле мало чем отличается от водителя автобуса Мадуро, да, вот там примерно одинаковый уровень интеллекта, и это все идет к Мадуро, но, конечно, в России все закончится, как всегда, просто Россия медленно запрягает, но быстро едет. Я думаю, что закончится все вот так, как в один момент, так же, как развалился Совок, который, при этом, Совок был системой, которая находилась на самообеспечении, да, то есть у них реально были, ну, все ужасное было, ну, и реально все свое. А в России все ужасное, но еще и не свое, да, то есть они ничего не производят. Все это импортозамещение, это просто вранье и пшик, потому что даже если что-то, да, на нем написано там, сделано в России, якобы они импортозаместили, все состоит из зарубежных деталей. Ну, если кто-то питает надеждой на то, что можно все заменить китайским, это не так. Большинство вообще нельзя заменить, да, а даже если что-то можно, то это все равно тяжело сделать будет, и это требует, да, процесса. И, в общем, короче, люди начнут терять работу массово сотнями тысяч или миллионами даже, вот из-за как раз таких производств, которые построены на иностранных компонентах, которые являются частью якобы российского продукта, вот. Поэтому, да, я согласна с тем, что к осенью будет все плохо в России. Конечно, как бы по меркам существования государства три месяца там это ничто. Я понимаю, что для Украины каждый день войны это потери и десятки, сотни жертв каждый день. Поэтому я понимаю, но я не знаю, что еще можно сделать, как это подтолкнуть к концу и к развалу. Я думаю, что, вот, не знаю, не знаю, честно говоря, нет у меня на это ответа. Ну, очевидно, нужно в первую очередь попробовать общаться с теми людьми, которые способны слышать. Понятно, что те, кто окончательно потерян, зазомбирован, вот, например, там, перехваты разговоров говорят о том, что родственники многих российских военнослужащих не выражают никакой эмпатии в адрес того, что они совершают здесь военные преступления. И серии того, там, пацаны ограбили ларек, вот, я сейчас тут тебе набрал, у меня тут, значит, айпеды, у меня для тебя тут обувь. А, нормально. Парни из соседнего подразделения насилуют девушек. А ты насиловал? Нет, я не делал. Смотри, приедешь, я тебя здесь убью. Или вот сегодняшний разговор меня поразил, разговаривает с своей малолетней сестру, явно несовершеннолетней, и она ему говорит, слушай, ты давай побыстрее убивай украинцев, приезжай уже, потому что уже, наверное, как бы надо домой ехать. Ну, вот смотри, то есть такие же вещи происходят, и это явно не только следствие пропаганды. То есть это вопрос семьи, это вопрос окружения, вопрос школы в том числе. Значит, настолько глубоко все проникло, и все плохо, на самом деле. Хуже, чем, может, даже нам кажется. Да, это хуже. Сейчас, конечно, не до этого. Там все обсуждают ужасы и реалии войны, но уже есть такие разговоры о том, что, ну, я имею в виду здесь, в американском обществе, о том, что у нас нет проблемы Путина, у нас есть проблемы России. Да, вот Путин уйдет, так или иначе, умрет, уйдет, убьют его. Но Россия останется, и вот эти люди, они останутся. Это не является результатом зомбирования. Это что-то другое. Но это действительно ужасно. Российское общество действительно состоит в большинстве своем, я не знаю, точный процент не могу дать, думаю, что от 70 до 80 процентов это вот такие люди, да? Ну, вот такие они люди, вот так бывает. Я не знаю, почему, у меня есть, конечно, там свои догадки, там и Советский Союз поработал, и другие факторы, но это факт. То есть, как можно, смотри, то есть эти люди никуда не денутся. Вот ты говоришь, вот он разговаривал со своей несовершеннолетней сестрой, которая ему такое говорит, так это несовершеннолетняя сестра, сейчас подрастет, ну, наверное, лет в 18 или в 17 она уже родит ребенка, как принято вот у низших слоев населения, они все только рожают вот в 17 лет или в 18 или в 20. И что, она воспитает как-то по-другому своего ребенка? Нет, конечно. Ну, во-первых, от осинки редко родятся апельсинки, во-вторых, там даже если, ну, что-то как-то случайно другим-то будут, да, мозги, как-то, там, человек этот будет маленький сплетен по-другому, там, это воспитание, оно все равно из него сделает очередного солдата или очередную вот эту сестру, которая будет говорить, давай побыстрее убивай этих украинцев, это невозможно исправить. Я бы даже на месте западного общества даже не пыталась это сделать. Россию нужно просто изолировать, это как опасный сумасшедший. В первую очередь у нее нужно, конечно, ее нужно ядерно разоружить. Это Россия, я даже не представляю себе российского политика, который бы согласился на это. У меня, к сожалению, здесь очень пессимистический взгляд. Я бы очень хотела ошибаться, очень было бы интересно послушать людей, которые там, да, ну, там, может, достойны того, чтобы занять место после Путина, я имею в виду нормальные, да, люди, но вот очень интересно услышать их позицию по поводу ядерного разоружения России. Я не думаю, что кто-то добровольно это отдаст, как, кстати, Украина, да, согласилась отдать свое ядерное оружие. Наверное, потому что Украина уже тогда не собиралась ни на кого нападать, и собиралась просто вести другой образ жизни, да, потому что украинцы очень трудолюбивые люди, на самом деле, в отличие от русских, русские ужасно ленивые, они вообще не любят работать. У украинцев есть чувство собственности, вот как бы своего, да, вот чаров не надо, вот мое свое возделаю, да, маленькое, там, может быть, не огромное, но я буду над этим работать. Это вот чувство своей собственности. У русских такого нет, у них все мое, все колхозное, поэтому Россия такая грязная страна. Русские совершенно все равно, что происходит там в подъезде, да, поэтому такие ужасные общественные пространства, потому что совершенно не волнуют, что там, да и у них дома точно примерно так же. Вот, поэтому Россия никогда не отдаст добровольно ядерное оружие, но можно этим будет воспользоваться тем, что, когда Россия будет находиться в руинах, можно будет ее заставить просто, да, вот насильно просто, ну, разоружить ядерно. Это будет правильно, и это поможет нам, всему миру цивилизованному, обезопасить себя от дальнейших военных эскапатов российских. Вот, это будет правильный шаг. И, конечно, после этого, пусть она там, эта Россия как хочет, так и развивается. Там, конечно, не все такие, понятно, что там есть, наверное, ну, 10-15% населения, которые нормальные люди, которые там могли бы стать частью европейского общества, которым вот не повезло родиться и вырасти в России, у них, может быть, нет там возможности уехать. Вот, но в целом, в целом страна состоит именно из таких людей, поэтому, опять же, я знаю, что многие мои политологи, да, российские, которых я очень уважаю, вот они тоже говорят, что вот это, просто русские люди ничего не знают, что в Украине происходит, просто они зазомбированы, запропагандированы, что это все вот какое-то дурное влияние, это я абсолютно знаю, что это не так, мы знаем это из разговоров, которые вот ты процитировала, которые там бесконечно можно слушать. Мы знаем это из интервью, которые вот дают, да, матери погибших солдат, их даже это не останавливает. У нее сын погиб, я сейчас говорю про интервью, которое дала Deutsche Welle, русская мать, у нее сын погиб под Киевом 24 февраля, под Киевом, и она знает это, и она говорит, что, конечно, это война, никакая не спецоперация, и дальше она говорит, ну, надо уже всех украинцев, конечно, замочить и побыстрее. Вот, то есть, ну, это необратимые какие-то последствия, это невозможно исправить. От России можно только отгородиться высоким забором. Вот, что и будет, я надеюсь, сделано. Да, что будет сделано, но, тем не менее, пока Россия не собирается останавливать эту войну, после отступления с севера, об этом заявляют и украинские разведки, и западные, будут попытки новых наступлений, в первую очередь на Донбассе, и в том числе и на юге. Сколько еще российское общество готово терпеть огромные человеческие потери, которые уже приблизились вплотную к 20 тысячам убитым, по данным украинского генштаба? Тарас, о чем ты говоришь вообще? Какие человеческие потери? 20 тысяч человек, да, бабы на ухо нарожают. Послушай, я вот очень люблю Христа Грозева, да, я вот слушаю, у него прекрасные инсайды, но, к счастью для себя, Христа Грозев европей. И вот он, когда начинает говорить, сейчас вот пойдут гробы цинковые в России, сейчас вот общество, да не будет этого, да не будет, не будет этого. Им 20 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч, поверь мне, у них будет только нарастать злоба. Если, вот смотри, если в отношении россиян не будут применены экономические санкции, именно россиян, чтобы простой россиянин на себе почувствовал, что это такое, когда тебе нечего жрать. То есть если, условно говоря, русские россияне будут чувствовать себя экономически хорошо, и у них будет что есть, и на что покупать в кредит новый там смартфон, эта война будет идти бесконечно вообще. То есть единственное, что остановит эту войну, это, конечно, изменившееся сознание общества, а оно может измениться только, когда желудки опустились. Вот только тогда. Никакие цинковые гробы их не волнуют, потому что это еще было в 2014-2015 годах, когда пошли цинковые гробы из Донбасса. И я понимаю, что было не в таком количестве, но тогда как бы и войны не было, понимаешь, и никакой спецоперации. То есть как бы, от чего вообще они идут, эти гробы? Да, ну типа официально-то не было никакой причины. Крым-то они взяли бескровно, а что происходит вообще на Донбассе? И тогда этих солдат хоронили в безымянных могилах. Ну вот просто собак даже владельцы, и то нормальные люди хоронят с большими почестями. И родители этих погибших солдат, и жены отказывались говорить с прессой, с дождем. Я работала на дожде тогда. Потому что боялись потерять деньги. А ведь нет никакого закона, в котором говорится, что вы не получите выплаты за погибшего солдата, если поговорите с прессой. Ну нет такого. Так же, кстати, Тарас, как нет даже в России, в безумной России, нет военной доктрины, в которой бы говорилось, что нужно убивать, в смысле, что нужно убивать, конечно, да, что нужно насиловать, нужно пытать украинцев, неважно, солдат или мирных жителей, что нужно насиловать детей, вырывать сережки у них из ушей. Этого нету ни в одной военной доктрине. Это у них идет от сердца, серьезно, изнутри. Поэтому им вообще все равно, сколько придет гробов Ценковых. Тем более их придет, кстати, не все. 20 тысяч погибших, но все-таки какие-то тела были похоронены, я не знаю, как сказать, кремированные, короче говоря, в этих передвижных крематориях. Так что не все еще и придут, да. Ну потом кто-то получит деньги, не знаю, сколько они там получают, 100 тысяч рублей. Я даже не думаю, что вот эти какие-то 7 миллионов, которые Путин назвал, это какой-то бред, у него просто денег не хватит, всем по 7 миллионов выплачивать. Естественно, ну, либо там такие условия выставят, что ты никогда не получишь 7 миллионов, то, что будет там что-нибудь доказать, что невозможно доказать, да, чтобы получить эту выплату. Ну получишь какие-то копейки и будут довольны, что пойдут, пропьют, новый смартфон купят. Это нормально. Да. Но тем не менее, смотри, ошибаются все в своих прогнозах, не только российская разведка ошиблась, катастрофические прогнозы оценки ситуации в Украине, но и западные разведки также ошиблись, которые посчитали, что Украина падет в течение считанных дней, Киев там отводили максимум 72 часа, а все пошло по совершенно другому сценарию. Ну, понятно, что недооценка готовности вооруженных сил Украины, недооценка готовности украинского общества. А вот смотри, мы много слышим от оценки, что будет делать ВСУ, но мы мало слышим вообще готовность на самом деле и российской армии сражаться. Ну, судя по тому, что говорит наша разведка, у них мотивация воевать и умирать с каждым днем меньше, меньше, меньше. Более того, примеров того, что они просто сбегают, оставляют свою технику совершенно неповрежденной. То есть они же могут ее там заминировать условно, взорвать, как-то вывести. Нет, они все кидают просто в целости. Это напоминает откровенный саботаж. Об этом, кстати, и сообщают, в том числе и британская разведка. Так вот, если оценить все-таки их способность, формально их много, оружия много, но то, что они делают реально, откровенно показывает то, что воевать они не хотят. То есть надо этот фактор учитывать, субъективный, который может нарастать на самом деле, ты говоришь, по поводу мести, а здесь другая, то есть тут нежелание воевать, наоборот, всячески, симулирование, невыполнение приказов. То есть это что же идет? Это идет, но это все-таки единичные случаи, да, то есть человек понимает, что если он не выполняет приказ, ну, то есть человек просто, видимо, военный взвешивает риски, потому что невыполнение приказа, и там же уже есть заградоотряды действуют, да, и как бы где у него рисков умереть меньше или больше, да, и каждый, видимо, решает по-своему, исходя, наверное, из ситуации, исходя из того места в Украине, где они находятся, да, и там вот где рисков, то есть это действие, понимаешь, в шеста раз они это делают не потому, что они внезапно прозрели и поняли, что нехорошо убивать вот людей, да, и вообще на Украину напали, ну, вот просто как гитлеровская Германия, на мир в 39-м году. Нет, это просто холодный расчет, они просто понимают, что украинская армия гораздо лучше подготовлена, и у нее точно есть, да, мотивация, ситуация, и они находятся, украинцы находятся на своей территории, а русские находятся на чужой территории, у них, да, на Глонассе они далеко, смотри, не могут вообще уехать, теряются, не понимают, где и что. То есть просто работает инстинкт самосохранения. Конечно, да, эти случаи есть, но они не массовые. Я думаю, что, понимаешь, пока страх есть того, что обоснованный страх, кстати, что тебя там, не знаю, расстреляют по законам военного времени, да, или будут судить, и в тюрьму отправят, все равно не будет массового, я не знаю, как дезертирства, саботажа и так далее. Но вот, опять же, смотри, вот у вас на канале призыв, выходи на митинг. Я тебе даже скажу, что даже на митинг выходить не обязательно. Вот пока есть эти опросы, и мы знаем, что они правдивы, к сожалению, потому что все опросы это показывают, аж там 70 или 80% россиян поддерживают. Вот даже если бы просто вышел опрос, в котором бы там 30 россиян процентов только поддерживали, а 60 или 70 категорически не поддерживали, эта война бы закончилась на следующий день. Потому что, потому что понятно, что больше никто туда там, я не знаю, не поедет и не пойдет. Но вот это действует как бы как замкнутый круг. Поэтому, когда общественное мнение в России изменится, тогда и будет массовый, да, саботаж. То есть, опять же, очень, ну это вообще, не знаю, там, единичные случаи, когда полицейский, там, я не знаю, или военный не исполняет приказ, потому что ему совесть не велит. Обычно все гораздо прозаичнее. Обычно он просто взвешивает риски и понимает, что вот, ну, так у него же шансов самосохраниться больше. Но, опять же, это говорит нам о том, что когда им будет понятно и когда они будут знать, что военное руководство не будет, как бы, не готово идти на это, да, потому что нету общественной и народной поддержки, там, не знаю, один Путин остался там совсем свихнувшийся, тогда будет массовое неисполнение, потому что, опять же, больше гарантий выжить. А так будут ехать, потому что, смотри, потому что очень много едет из вот числа, ну, совсем, вот, совсем низших классов. Это реально, это страшная история, потому что, я не знаю, ты был вообще когда-нибудь в России или нет? Ну, не в запрещении Москвы. Ты знаешь, был, был в советское время, а потом ездил на эфиры даже перед войной, в 13-м году еще вот был, в Москве, но я был только в Москве и в Питере. Я был только в Москве и в Питере, я больше нигде не был, да, то есть вот так. А вот я была в России, да я даже не ездила ни в какую там Сибирь, ничего, я вот была в нескольких областях, Костромская, Ивановская, и я помню, что я шла по городу в Ивановскую область, я забыла, как он называется, и навстречу у меня шли подростки такие, это была центральная улица, там какие-то исторические здания были, вся такая группа подростков, ну, не знаю, лет по 12, может быть, 14, сложно понять, но это просто шли звери, то есть они меня, конечно, оценили на предмет того, стоит ли меня сейчас тут убить прямо и ограбить или нет. Это было ужасно, и, к сожалению, это репрезентативная выборка, и это вот люди, которые отражают такой общий средств населения. Это просто, ну, звери так нельзя говорить, да, но там ничего человеческого в глазах не было, это просто машины для выживания и для убийства, и это реально страшно было. Это вообще очень сильно отличается, естественно, от Москвы, но Россия, это 140 миллионов человек, а Москва, ну, 20, да, и то в Москве, посмотри, сколько ватников. Вот казалось бы, Москва всегда был самый либеральный город, да, Навальный там 30% набрал на выборах мэра, Путина там, Путин всегда меньше всего в Москве набирает, и его там ненавидят. А вот посмотреть, сколько ватников оказалось, как много поддерживают, реально поддерживают, знаю людей, я даже не про общий, говоря просто, я знаю людей, которые поддерживают, и мои знакомые, кто здесь находится, у кого есть друзья и родственники в России, все шокированы тем, что реально поддерживают это. Ну вот, да, ну опять же, мы возвращаемся к тому, что государство это не все, государство это оболочка, человек в любом случае формируется в семье, он формируется в своем дворе, в школе, ну, или на предприятии, куда он ходит, и те люди, которые его обычно, его же не окружают в жизни там, ну, Скобеева, Попов, Шойгу и Путин, правда, он их видит только с телевизора, то есть, и он имеет право, ну, послушай, ему не нравится, он их выключит. В конце концов, не каждый ватник будет смотреть программу «Время», он может включить там себе какой-нибудь канал НТВ, наше кино, и будет смотреть с утра до вечера, там, фильмы «Сталинской эпохи» или там 70-80-х годов, ну, то есть, но при этом, понятно, что он сформирован, его мировоззрение, ему не надо смотреть для этого программы «Россия-24», он и так напитан злобой в отношении там Украины, стран Балтии и тому подобное. Так вот, возвращаясь к вопросу, все-таки, вот этой ячейки общества российского, что происходило? то есть, потому что мы разошлись с Россией уже больше 30 лет тому, назад, и у меня родственники в России есть, и много знакомых, товарищей, и все, но я как-то, значит, меня, наверное, везло, я не встречался с такими вот зверями, которых ты описываешь, то есть, как-то все было достаточно интеллигентно, ну, откуда-то берутся все-таки эти люди, кто-то их формирует, какая-то, ну, не знаю, среда, то есть, чем они живут, что их делает такими, какими они стали? Их делает среда, семья, школа, двор, все правильно, вот, например, чудовищные были кадры, зачем-то взяли, расстреляли в Харькове, да, коровник там был, ну, какое-то производство, взяли и расстреляли коров, у коров-то тебе что сделали? Под Киевом расстреляли конюшню с элитными породами коней, просто их взяли и убили, ну, вот зачем? Ну, а я тебе скажу, не зачем, а почему, потому что это, они делают то же самое в России, чудовищное отношение к животным, чудовищное, выбрасывают, мучают, пытают, травят бездомных собак, массово, массово, да, конечно, везде есть там сумасшедшие, которые там этим занимаются, но в России это массово, и я знаю, вот я жила в доме, у меня был, ну, соседка там, у нее сын, вот он там отрывал головы голубям, ну, что ты думаешь, из него выросло? Ну, просто отморозок, да, то есть такого человека сразу надо изолировать, просто ребенком хватать и навсегда сажать в психушку и никогда в жизни не выпускать, да, а эти люди живут и существуют, и это все идет вот оттуда, они детьми мучают голубей, собак, потом они вырастают, мучают, уже не только, ну, голуби уже слишком мелко, они мучают собак, людей, детей своих, да, кто-то идет работать, очень много людей, кстати, сидело, там их тоже мучают, и большинство выходят все-таки, да, из тюрьмы, мечтая, ну, то есть как бы, те, кто сидят в тюрьме, к сожалению, большинство мечтает стать надзирателем, чтобы издеваться на другими в ответ, да, а не выйти из тюрьмы, освободиться от этого, вот, так вот устроено это, поэтому это идет оттуда, и, ой, ты прав, что телевизор это не все, тем более для молодых, ну, я, кстати, интересно было бы провести опрос, вот как много смотрят там эту Скобееву, да, ну, кому она интересна, 22-летняя, ну, как, ну, я не знаю, это, я в это не верю, они все сидят в этих своих одноклассниках, в каких-то дегенеративных там, ютюбах, и, это ужасно, это просто дегенеративно, дегенерация, понимаешь, это просто как бы огромный слой срез дегенератов, и я могу сказать, Тарас, что и российские элиты-то на самом деле не так уж хороши, потому что, вот, там, перефразируя Толстого, народные массы, они там невежественные, да, в массе своей, примерно одинаково, ну, плюс-минус, во всех странах, отличаются элиты, да, интеллектуальные, я сейчас говорю не про олигархов, а про интеллектуальные элиты, а вот в России интеллектуальные элиты, они глубоко шовинистичны, шовинист, да, шовинистичны, так правильно сказать, они презирают вообще, ну, они все выступают сейчас, конечно, против войны в Украине, но до войны в Украине, да, были события, вот это очень ярко было показано на примере вот того, что происходило в Америке, когда убили Джорджа Флойда, я не буду сейчас называть имена этих людей, но они, это люди, которые постоянно печатались и говорили на Эхимосква и в Новой газете, которые оправдывали убийство Джорджа Флойда и объясняли, почему его полицейские, в принципе, ну, убили, ну, ну, вот, а вот он же был там, да, то есть, они находили этому оправдание, они, я знаю людей, которые вполне серьезные люди, экономисты и так далее, мне кажется, у вас тоже в эфире они бывают, не знаю, надо проверить, они на полном серьезе говорят в личных разговорах, что американцы тупые, понимаешь, но этот шовинизм, он идет, ты не можешь быть шовинистом только наполовину, да, он выливается все равно во все, то есть, нельзя быть, вот, по отношению там, американцев презирать, реально презирают, считают, что американцы бескультурные, тупые, там, не знаю, неинтересные, вот русские такие все, высокодуховные, да, я понимаю, что там какой-нибудь алкаш на лапке не сидит, Достоевского, Толстого не читает, но эти элиты интеллектуальные, они реально считают, что они вот какие-то носители чего-то там уникального, поверь мне, и Украину они считали, ну, у них, конечно, не было никогда разговоров про там надо украинцев убивать, естественно, но всегда к Украине относились как, ну, ну, понимаешь, что, ну, вот Толстой же, как бы, не в Украине же он был, да, вот, ну, вот как бы это не произносилось, но как бы, ну, Украина такая, как бы страна, там, какой-то сателлит России, а почему вообще, то есть у них вот как-то так все меряется, да, вот этими измерениями, нет, я понимаю, что, понятно, что Москва там, да, город богаче, ну, был, да, если сравнивать, там, больше денег, было больше инвестиций, в общем, чем в Киеве, это понятно, она была более, как бы, развитого города, потому что огромное количество денег туда стягивалось, кстати, в том числе из Украины, да, но это никак не соотносится, ну, не связано с тем, что, почему там русские, я не знаю, умнее или талантливее, или там, обухотвореннее, чем украинцы, вот в Арабских Эмиратах, в Дубае, тоже очень много денег, но никто же никому что придет в голову сказать, что там дубайцы, жители Арабских Эмиратов, они там духовнее, чем, я не знаю, кто, американцы или там, я не знаю, французы, да, ну, как бы, наличие денег просто не гарантирует тебе того, что ты какой-то очень там, лучше, чем все остальные богачи, да, но не лучше, поэтому печально, это печальная история, на самом деле, вообще, в российском обществе складывается, я тебе скажу, что, как бы, низы, они, им некуда, не с кого брать пример, да, то есть, да, Скобеева с одной стороны, с другой стороны, повальное, да, тотальное оправдание убийства Флойда, ненависть вот к чернокожим, там, на полном серьезе в эфирах рассказывали, что вот чернокожие просто, они вот рождаются такими преступниками, мы же все понимаем, да, ну, ну, что с этого взять, а это ведь один шаг, понимаешь, от Джорджа Флойда, до Зеленского, да, на цифру, один шаг. Да, да, спасибо, Карина, у нас получился хороший разговор, о культуре, философский, во многом смысле, тем не менее, от этого не менее важный. о культуре, о культуре,